Не знаю, есть связь, нет связи. Пока тишина. О, все, вижу. Привет-привет, да, вижу, начался поток, начали присоединяться. Опять я дала вам пять минут времени собраться, и мы начнем. У нас сегодня интересный эфир, да, привет-привет, всем здравствуйте. Сразу готовьте свои вопросы, тема эфира у нас сегодня ценообразование. Мы будем учиться рассчитывать ваши изделия, наши изделия. Будем думать, как оценить свою работу правильно, грамотно, чтобы ничего не упустить. Я сейчас, с вашего позволения, залезу на диван с ногами, потому что он такой большой, и мне вот так будет намного удобнее. Да, здравствуйте, все. Сегодня я немножко в растрепанном виде, потому что два дня, как мы переехали в новый дом. Как видите, да, в новом интерьере я нахожусь, и, если честно, иногда мне звонят подруги и говорят, ну как, у тебя уже все хорошо, уже все расставлено. Нет, ничего у меня не расставлено. Как коробки стояли, так и стоят, потому что, как оказалось, даже сшить новое постельное белье детям, на это требуется огромное количество времени. Я буквально каждые свои, там, каждые полчаса у меня расписано на какое-то действие. И мне Володя подсказал, что, наверное, стоит показать твою стену планирования и провести эфир, как планировать свое личное время, как все успевать. Потому что, реально, вот я хожу по дому, как робот у меня, там, в 11 часов я начинаю заниматься другим делом. До 11 часов я шила детям простыни, после 11 часов я начала делать другое дело. Все как в идеале так должно быть, но, конечно, не всегда получается, да. Володя меня подгоняет периодически. Сейчас у нас час тишины во время эфира, никто ничего не сверлит, недавно ушел сантехник, только начала работать раковина на кухне. Если честно, жить два дня без раковины на кухне – это катастрофа. И мыть посуду в ванной – это атас, конечно. Ну все, и сейчас заработает посудомойка, все будет отлично. Уф, хватит жаловаться, да, давай начинай говорить по теме. Да, вас уже довольны. Хорошо ли слышно, да, потому что я немножко, я в большой комнате нахожусь, может быть эхо, если плохо слышно, буду включать микрофон. Ну, вроде бы хорошо, мне кажется, если бы был плохой звук, уже бы давно написали, что мы не слышим. Итак, очень много вопросов было по поводу того, как вы оцениваете свои изделия. И как вообще… О, отлично. Инда, отлично. Спасибо за обратную связь. Как вообще правильно оценить и как не сделать себе в убыток. Ведь самое страшное, что может быть, если вы оценили изделие дорого и продали его с большой маржой, это вообще прекрасно. А если получится так, что вы время потратили много, а продали его в убыток себе. Очень часто я удивляюсь, когда вижу, ну, очень-очень низкие, неоправданно низкие цены на изделие ручной работы. И я просто думаю, ну, как люди шьют только ради того, чтобы шить? А как же смысл вообще вот этого всего действия, да? И понятно, что многие хотят не просто так себя баловать, там, ну, рукоделие, ясно, это хобби, оно нравится, но приятно, когда вы назад деньги получаете, да? Ну, все уже знают вот эту вот известную формулу, когда вы просто берете зарплату, какую бы вы хотели получать, Ну, к примеру, ну, давайте возьмем так для ровного счета, там, 50 тысяч рублей, да? Вот 50 тысяч рублей в месяц, там, обычная зарплата это женщины, там, у которой работает муж, да, и вот она, там, не кормилец в семье, то есть вот такая вот обычно 50 тысяч рублей, вы делите ее на 22 рабочих дня, потому что обычно 22 в месяце рабочих дня. У вас получается, вот я даже посчитала, 2273 рубля, это в день, то есть это стоит ваш рабочий день. Если считать, что в одном рабочем дне 8 часов, мы делим это на количество часов, и у нас получается 285 рублей в час. Я, конечно, округлила, да? И вы считаете, сколько часов на изделие вы потратили. Например, вот я, кстати, да, сегодня, давайте на моем примере, я сегодня шила постельное белье детям. На то, чтобы шить простынь на резинке и две наволочки, я потратила 2 часа. Конечно, можно сделать это быстрее, но в условиях того, что мне негде было разложить, и все вот это вот передвигалось, перемещалось, и у меня машинка и голодильная доска, и больше ничего нет, даже ножницами я практически на весу это делаю. Конечно, это ужасные временные рамки, но тем не менее, это факт, да? 2 часа. То есть, простынь... Я хотела вчера купить простынь, была в Икее. Простынь на резинке, на нужный мне размер, стоила 1300 рублей. Из сатина, такого же сатина, как у нас в студии, у нас в студии сатин стоит 400 рублей. И получается, что если бы я купила 2 метра сатина, к примеру, и потратила бы 2 часа своего времени, в принципе, там, 2 метра сатина это 800 рублей плюс 2 часа своего времени, то есть, это... Простынь, она обошлась мне дороже. Мне выгоднее было бы ее купить на 1300. Вот когда мы начинаем считать, нам кажется, да, что вроде бы что там, ну, куплю я там сейчас сатинчик и быстренько его сошью. Нет, а на самом деле получается, что времени мы тратим больше. Выгоднее купить. Понятно, что когда эту простынь шьют на фабрике, когда это большое производство, когда там у них себестоимость материала не 400 рублей метр, а гораздо меньше, это поточное производство. Это отработанное, я не знаю, сколько тратит швея на пошив простынь на резинке, может, минут 15 всего, может быть, даже и меньше, я потратила больше. То есть, в итоге, моя простынь вышла мне дороже. И причем это из расчета 50 тысяч рублей. Если бы я себе повысила планку, например, до 100 тысяч, то, соответственно, я бы вообще 2 простынь не могла купить на эти деньги. Вот так вот, когда задумываешься, оказывается так, да? Вообще идеально, когда у вас наценка на ваше изделие составляет 100%. А еще лучше, когда вы эту наценку еще и умножаете. Потому что, как мы считаем себестоимость изделия, мы берем все затраты, которые были получены в ходе его производства. Ну, прежде всего, это нитки, это ткань, это электроэнергия, которую вы потратили, работая на машине. А количество шитой простыни лучше, чем в Икее. Ну, я надеюсь на это. Я спешила. Не знаю. Уж тут не знаю. Не могу сказать. Я не сильно икейскую простыни разглядывала. Так, возвращаемся к теме. У меня, как всегда, шпаргалка. Сегодня она у меня на большой картонной коробке, в которой лежат какие-то вещи с кухней. И вот маркер, в котором я писала себе план лекции. Да, добрый вечер. Возвращаемся, да. То есть, вы в себестоимость вещи закладываете все-все ваши траты. Даже если вы, к примеру, поехали... Ой, а за окном радуга. Опять я отвлекаюсь, все вокруг меня отвлекает. Даже если вы поехали за тканью в магазин, который находится на другой стороне города, и там потратили, например, на такси 100 рублей туда и 100 рублей обратно, или там 30 рублей на маршрутке туда и взяв эту ткань в пакет, вам было тяжело, вы взяли такси и еще 100 рублей, вот эти 130 рублей вы должны вложить в стоимость вашего изделия. Когда клиент обращается к тебе за стоимостью, за расчетом какого-то изделия, то есть какая-то средняя цена, там, минимум от которой ты называешь, и уже остальное рассчитывается в зависимости от сложности изделия. Вот у меня, например, стоимость лоскутного изделия от 8000 рублей. 8000 рублей в среднем стоит лоскутное изделие, это американский хлопок, это наполнитель Slimtex я беру синтетический наполнитель. За квадратный метр, наверное. Да, 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 за квадратный метр, квадратный метр, конечно. Потому что если одеяло 2 на 2, 4 квадратных метра, то есть, соответственно, 4 квадратных метра мы умножаем на 8, у нас получается 32 тысячи рублей, да? Правильно, да? Я считать не умею, у меня для этого есть калькулятор. 32 тысячи рублей стоит одеяло, которое я сошью. Сюда входит стоимость материала, стоимость моей работы. Наверное, это не так много, да? Но если мы начинаем обсуждать с клиентом проект и его какие-то подробности, этого проекта, да? То есть, бывает там усложнение, бывает какая-то особенная стежка, бывает какая-то особенная обработка края. То есть, все вот эти вот дополнения, они идут допами и они плюсуются. Если, например, клиент хочет какой-то особенный наполнитель туда положить, там хлопковый наполнитель профессиональный квинтовый, да, или какой-то шерстяной натуральный наполнитель, конечно это уже тоже плюсуется это тоже идет допом но в этом случае мы как как мы считаем хлопковый наполнитель стоит в среднем 1000 рублей за метр при ширине 220 то есть грубо говоря я взяла должна взять но минимум 210 а с учетом того что он сядет его нужно обязательно намочить усадить и только после этого уже применять соответственно лучше я возьму 220 так как-то стало темнее телефон садится то ли что ну вроде пока нет то есть получается что я беру не ровно два метра я беру 220 да то есть это уже получается 2200 при стоимости с линтекса там 350 рублей метр 2 метра это ну грубо там 750 то есть вот 2 200 вычитаем 750 у нас получается какая-то сумма вот эту сумму я прибавляю к стоимости того изделия которая вот идет у нас по средней цене все вот и каждый нюанс он высчитывается вообще высчитать можно просто создать себе какую-то среднюю стоимость и от нее отталкиваться и уже вот так вот прибавлять что-то дополнительно если вы хотите устроить прям вот тотальный разбор стоимости своего изделия тогда вот хочу сказать что на моем опыте да нет можете да прислать я рассчитаю вову говорит пишите в личку да я могу сосчитать мне не сложно но не каждая конечно да вот один раз рассчитаю скажу как считала и все дальше сами за вас я эту работу делать не буду только две девушки на моем вот опытном пути мне встретились которые смогли рассчитать действительно вот там количество часов на к на каждое изделие она говорит я садилась и прям записывала вот села шить поставила себе там таймер и записала и когда я сложила количество часов которые я потратила на производство там данного изделия у меня горд волосы стали дыбом потому что фактически вот те там 32 тысячи рублей за одеяло 2 на 2 это было ни о чем оно должно стоить минимум тысяч пятьдесят каждая из нас еще работает в разном темпе да кто-то делает медленно кто-то делает быстро при этом изделие выглядит одинаково в этом случае у кого-то изделие будет дороже кого-то но будет дешевле за счет того что вы просто потратили на него меньше времени вот вот так бывает да что касается опытности неопытности до мастера который выполняет и это изделие тоже могу вам ответить на этот вопрос обычно когда вы считаете по формуле стоимости вашего изделия вот возвращаемся опять к тому с чего мы начали вы определяете себе стоимость вашего часа одного часа считаете сколько часов вы потратили на это изделие дальше к этой сумме вы берете и прибавляете себестоимость материалов и ну там затраты на электроэнергию на перевозку доставку вот это вот все то есть ваши затраты кроме трудочасов то что вы прям вот реально деньгами потратили все вот это вот складываете и вот это вот все нужно умножить на 24 это розничная цена если бы вы допустим делали это опытом когда у вас там большой заказ или еще что-то вы бы умножали на коэффициент 1 и 1 или 1 и 5 но мы сейчас про розницу про единичные изделия то есть вот то что получилось умножаем на 24 получается вот такая вот какая-то единица вот я я к этому давал меня осаживать как раз он задает вопрос тот который у меня идет после формулы я вам сказала всю формулу вы формулу запомнили ли мне повторить ее сейчас если надо я повторю потому что говорила очень много то есть мы берем количество ваших часов умножаем на себестоимость одного рабочего часа прибавляем туда все затраты материальные на производство и умножаем все это на 24 и у вас получается сумма вот эта сумма это стоимость изделия вот когда вы допустим новичок да вы прибавляете к этой стоимости там не знаю процентов 5 а когда вы профессионал вы можете смело заложить туда но не меньше десяти что такое вот эти проценты это как раз вот и идет разделение на уровень опыта как видите он небольшой то есть 10 процентов это вообще немного но я хочу вам сказать так что даже когда вы заказываете где-то ткань очень часто в магазинах вам говорят мы 10 процентов берем за нарезку вот я например заказываю ткань оптом я заказываю и большими рулонами и если я беру не целый рулон например тот же сатин да я покупаю сатин он от производителя идет 60 метров но куда мне 60 метров при моих объемах да я не огромный магазин центре города куда стоит большая очередь я небольшая студия рукодельная хотя вот те сатины которые мы привезли две недели назад у нас уже там осталось буквально метра по 3 если кто не успел срочно хватайте потому что следующий раз я буду заказывать другие цвета и таких цветов уже больше не будет и вот за то что мне дают не 60 метров а я прошу отрезать например 30 я получу 10 процентов поэтому 10 процентов это не такие большие деньги не такая большая наценка если вы там слава зайцев вы можете умножить это все прибавить еще 50 процентов или еще сто процентов то есть вот имя она и играет очень большую роль кроме этого это вот что он что касается новичок да и опытный человек говори громче потому что тебя не слышно я в авто вопрос повторять говорим о том что это как идет заказ это идет просто производство одеяло потом их продажа или это на заказ это вот как цена складывать чего мне кажется здесь нет разницы на заказ ты его делаешь или просто ты его сшила ценил и в магазин положил ты все равно в любом случае ты тратишь деньги на материалы ты тратишь время на производство допустим человеку да да и ты с таким человеку вот сколько стоит лоскутное одеяло ты там считаешься но у меня тысячи нужно ли снижать цену а вот ты про что говорит волос задает такой вопрос что я не знаю слышно его или нет он сидит довольно далеко в принципе когда мы находимся в большой комнате мы уже заметили что находясь в разных концах комнаты мы друг другу не мешаем совершенно и можем даже не услышать друг друга если тихо говорить да он задает такой вопрос что допустим что делать когда есть ситуации вот обратился клиент я ему считаю одеяло стоит 50 тысяч рублей а он говорит вы чё там совсем ку-ку я сейчас пойду вон в иваново мне там его сошьют за 10 тысяч рублей ну наверное это вопрос уже к тому что во первых это работа с возражениями до при продажах это уже немножко другой раздел но могу сказать вот что дело в том что вот здесь у я говорю о том что нужно ли снижать цену нужно ли снижать цену это личное дело каждого из вас но я всегда против потому что вы можете снизить цен то есть ведь честно клиенту можете сказать если вы хотите дешевле на чем мы можем сэкономить совершенно недавно ко мне обратилась девушка заказ я ей пообещала осенью сделать да и когда мы начали считать то что она хотела стоило там порядка 40 тысяч рублей она говорит это очень дорого я вот и рассчитывала на володю слышно хорошо замечательно я рассчитывала на другую сумму поэтому давайте как-то может быть снизим давайте снизим то есть я предложила чем можно снизить стоимость изделия можно снизить тканью то есть взять другую ткань можно снизить наполнителем взять другой наполнитель можно снизить сложностью рисунка стежки да 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 момент это это была стежка вот чем можно снизить можно допустим кант не вручную пришить а на машине это тоже снижает количество затраченных часов что я буду сидеть руками ковырять до иголочкой медленно что я на машинке вжиг-вжиг и прошила то есть совершенно разные время на производство изделия вот на чем можно сэкономить но еще также давно в моей практике был такой случай мне девушка присылает фотографию другого мастера я ее прекрасно знаю то есть мы с ней знакомы она горит мне нужно вот так же я говорю почему вы у нее не закажете у нее дорого ягра сколько она вам стоимость назвала ну там к примеру там 35 тысяч рублей я бы я с вас возьму 40 нагрета почему я бы ну потому что я не стала я не знаю то есть я может быть не страдаю от отсутствия потребности хватать каждый заказ но дело в том что когда вы часто идете назад откатываете назад вы просто не уважаете себя в конце концов вот я уже тоже неоднократно этот пример приводила можно взять там 10 заказов на которых вы заработаете с каждого по 1000 рублей и в сумме получить там заработок 10 тысяч рублей а можно посидеть просто немножко подождать или может каким-то образом улучшить стоимость вашего изделия повысить его стоимость да и взять там два заказа за 5000 рублей заработать те же самые 10 тысяч рублей но при этом не убить себя спать ночью спокойно не лишать семью общения не бегать по магазинам это личный выбор каждого загнать себя или просто там не знаю в кайф себе сделать и или с небольшими усилиями у каждого есть свой клиент и он придет но просто понимаете чтобы получать заказы к этому тоже нужно идти к этому тоже нужно стараться и у меня кстати тут вот тоже в моем черновике в плане моей лекции об этом есть слова мы забежали немножко да когда вы начинаете уже вот непосредственно думать я делаю на заказ я делаю на заказ я прям вот все я если ко мне обратятся я непременно возьму заказ но если это будет мне выгодно если это будет мне выгодно это ключевая фраза сегодняшнего дня если вам не выгодно брать заказ не стоит его брать потому что еще раз повторяю вы упахаете себя в усмерть а результат будет плачевный если ваши изделия стоят дешево и вам надоело их клепать там пачками может быть стоит что-то поменять ну поменять какой-то подход вот есть такое понятие на рынке как у т.п. уникальное торговое предложение уникальное торговое предложение всегда стоит дорого это всегда дорогой сегмент да может быть это какая-то узкая ниша в которой изделие стоит дорого не все могут зайти в узкую нишу но бывает так что человек оказывается просто в том месте когда у вас есть клиент на это в этом случае вы берете качественные материалы вы делаете качественную работу и вы продаете это дорого вообще характеристика уникального торгового предложения на прежде всего подразумевает то что это качественное изделие если вы будете шить там кривенькие косметички да и по не знаю там по 30 штук в неделю шить и будет она стоить например на какой-нибудь ярмарке 500 рублей сколько вам нужно их продать чтобы заработать 100 тысяч рублей много продать косметичек на 100 тысяч рублей гораздо сложнее чем продать два одеяла за 50 даже если вам сейчас кажется что вы никогда не продадите одеяло за 50 вы заблуждаетесь вы слишком мало себя цените в себя нужно верить потому что на уровне подсознания я часто подсознанию обращаюсь в своих вот разговорах потому что так и есть если вы чего-то хотите вы идете и делаете все вокруг творится так чтобы у вас получилось а если вы не хотите если вы сидите да ну да что да я да я не смогу да у меня не получится да и вот это вот нытье у вас никогда ничего не получится нужно менять мышление добрый день как формируется коэффициент 2 и 4 немного не поняла он не формируется вы его берете это общепринятый коэффициент всю стоимость вашей работы и стоимость труда часов если это оптовая продажа вы умножаете на 1 и 1 или 1 и 3 а если это розничная продажа то на 2 и 4 это экономические формулы их много вам просто нужно выбрать ту с которой вам будет удобно работать но я говорю что каждое изделие по этой формуле высчитывать сложно обычно такими формулами пользуются когда идет какое-то производство вот например два года назад когда мы открывали студию новую 3 получается 3 до 3 года уже назад мы в этой студии солнечной студии уже три года существует это все все затраты умножаются твоя работа и затраты на материалы нет мы немного загнули нет не мы немного загнули все хорошо у нас все хорошо на образовании замечательно ты как потребитель сейчас говоришь да так нельзя нет но на самом деле вот возьмите строительство да вот новый дом вот он есть как как мы считали ту же лестницу до стоимость материалов умножается на 2 просто тупо умножается на 2 то есть стоимость материалов равна 24 мы делаем уникальные вещи мы мастера уникальны поэтому 24 не спорь пожалуйста со мной спорю с экономическими аналитиками которые делали эти расчеты с помощью высшей математики нам на это время тратить некогда нам нужно шить вязать и прочее так вот я по поводу экономической эффективности которые вы получаете три года назад вместе с нами ну не в нашем районе открывалась у нас в нижнем ателье по вязанию одежды вот сбил меня смысле я забыла почему я про это ателье вспомнила да они закрылись они закрылись потому что вот такой пример хороший сбил меня смысле они закрылись да я помню я помню что они закрыли а вспомнила почему я про них говорил все 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 вернулась вернулась я посмотрела шпаргалку вспомнила к чему я это все дело в том что вот этими формулами когда вы открываете какое-то производство вот девочки закупили они закупали в вязальные промышленные машины не те вязальные машины бытовые которые да у нас в квартирах стоят у некоторых людей и они ходят к нам на курсы учиться они закупали промышленные вязальные машины промышленные вязальные машины по моему самая дешевая тогда у них стоило 800 тысяч другая там что-то около двух миллионов и они рассчитывали стоимость одного изделия они приходили к моей наташи к наш наташи и просили ее рассчитать сколько будет стоить вот это все то есть люди которые открывали бизнес они даже не смогли сами рассчитать стоимость их изделий то есть сколько им нужно этого производить и сколько стоит одна единица то есть вот такими формулами обычно пользуются на производстве когда задумывают что-то так как вы не производство вы не задумаете себе поточный там какой-то да то ваши изделия на пальцах сосчитать на пальцах ладно с калькулятором можно гораздо проще и быстрее и это не так сложно и вы возьмите просто вот если средняя цена там на одеяло у нас идет от 7000 рублей да ну говорю у меня 8 у кого-то я знаю 9 и 10 до за квадрат за квадрат вовне себя говорит за квадрат за квадрат за квадрат за квадрат у кого-то и 10 у кого-то и больше но это просто зависит от того насколько вы цените свое время насколько вы оцениваете свои затраты потому что например для кого-то отшить тот же кант вручную это сложно но ерунда кто-то говорит не я никогда в жизни руками шить я не буду что с ума сошли что ли я не буду не 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 вот и поэтому тут с чем сравнить даже не знаю ну давайте про грибы кто-то любит лисички кто-то любит там опята кто-то любит белые грибы кто-то подосиновики да но если там подберезовиков везде полно вы соглашайтесь на подберезовики я например их не люблю я не буду и тут также то есть если вы согласны работать за дешево пожалуйста работайте если нет тут исключайте это по поводу за тем как вообще вот адекватно следить за ценой и как не не прогореть не не как не опростоволось во всем многообразии до рынка дело в том что таких мастеров как вы вот даже вот нас сейчас смотрит 92 человека до зрителей скорее всего ну 60 процентов из тех кто смотрит они все-таки какое-то отношение к производству изделий имеет да и пытается уже что-то продавать вот пример да давайте представим что мы все конкуренты когда я говорю что мое изделие стоит 8000 рублей квадратный метр кто-то говорит а у нее 8000 ага значит я за 6 смогу к ней пойдут дорого будет придут ко мне за 6 я сошью спокойно все будут шоколаде все будет здорово классно да но в этом случае вы сможете так сделать только если вы знаете мою стоимость мою цену да значит нужно что нужно следить за рынком нужно следить за ценами конкурентов нужно примерно знать сколько это стоит у других потому что бывает так что две косметички одна косметичка из ситца другая косметичка из американского хлопка давайте еще 3 возьмем для примера и 3 косметичка из хлопка коллекции вильяма морриса у них у всех будет разная цена так ведь но если вы например создав свою косметичку там из американского хлопка оценили ее как косметичку из хлопка коллекционного то скорее всего она будет не конкурентно способна и и и купит с меньшей охоты или меньшее количество людей чем те которые вообще к вам придут поэтому оглядывайтесь на рынок и смотрите следите за рынком что происходит сколько стоит заглядывайте на ярмарку мастеров как правило на ярмарке мастеров всегда указана цена даже если написано но часто так бывает что сделаю на заказ у мастера где-нибудь обязательно есть готовая работа у которой видно сколько она стоит про инстаграм хочу сказать тут недавно состоялся такой разговор смотрим смотрим твои эфиры а ничего у нас не продается если вы сейчас опять смотрите я обращаюсь к вам а что вы сделали для того чтобы продавалась вот после такого вопроса я просто думаю ну как так не может такого быть ну что ж я зря говорю что ли зря я вещаю тут я пошла посмотрела профиль у человека который мне это написал пошла посмотрела профиль еще у парочки людей и что я увидела вот я говорю 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 ну ладно хорошо имя в профиле указали хотя бы понятно знаю как зовут если мне что-то понравилось на вашей странице уж крайнем случае напишу там здравствуйте алена я хочу стоить знать сколько стоит ваша сумка примеру хорошо телефон есть звонить куда я буду или мне в директ писать я как-то одной девушке писала в директ и две недели писала в директ и думаете она мне ответила нет она него не читает и как я должна у нее купить я уже не могу достучаться до продукта если я я две недели ждала потому что мне очень надо было то я плюнул и сказала ну ладно пойду дальше нашла дальше мне все сделали за одну неделю все прекрасно четко сделали там был и телефон и адрес куда обратиться в общем все было просто и и ответили сразу же мне вообще нравится когда сразу же отвечает второе когда мы публикуем изделие смотрим на какой рынок мы рассчитываем если мы рассчитываем на рукодельниц и пишем пост таким образом что ой вот сегодня прекрасное утро я встала и вот такую вот красоту я шила посмотрите как классно здорово траляля и может быть где-то в одном из десяти мы пишем могу на заказ вот это вот вялая могу на заказ это не при наложении купите пожалуйста или продаю да когда ты четко пишешь продаю стоит столько-то тогда я могу понять что да это изделие можно купить я не буду думать что о том шьет не шьет не знаю понравилось вот сохраню фотографию пойду там к другой знакомой девочки спрошу у нее а шеи мне такое же понимаете непонятно человеку продаете вы или не продаете делаете вы на заказ или не делаете вы на заказ теги вы какие ставите в этой теги ставите рукодельные клиент не не читает не там ну какие у нас обычно указываются теги стёжка там квилтинг пэтчворк рукоделие что еще там название коллекции какой-нибудь да не будут клиенты искать по этому тегу ничего если вы делаете ланч мат и значит пишите ланч мат и текстиль для дома там я не знаю столовый текстиль уютный дом все что угодно интерьер там подарок или еще что то наводите по тегам к себе на страницу везде пишите продаю 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 чтобы это было видно и понятно я почитала я грудь и точно мои эфиры вообще смотришь чему я тебя учу ничего профили не сделано и хочешь чтобы продавалась вот так вот бывает поэтому после эфира просмотрите все свои профили переделать если нужно получается что среди ваших подписчиков одна рукодельная тусовка в прошлый раз мы с вами говорили что тот кто шьет никогда не будет покупать то что сшили вы он тоже сошьет сам ему будет интересно как вы это сделали но пройти путь от того когда вы начинаете зарабатывать деньги на мастер-классах это тоже очень долго к этому тоже нужно очень очень долго идти так что-то там писали пока я болтала надо еще понимать что вы предлагаете по качеству идеи ну естественно да и кстати хорошая идея иногда стоит очень дорого иногда практически пол стоимости изделия этой идеи на ту же сумочку что и конкуренты да 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 а как быть с налогом на прибыль это уже формуле или отдельно надбавку делать это у тебя идет заложено в материалы стоимость ты можешь просто процент повысить когда ты конечную стоимость вычитываешь у тебя же получается налог на прибыль он высчитывается с конечной стоимости изделия по которой ты продала ну к примеру до 10 процентов закладываешь на налог на прибыль 10 процентов но возьми ты стоимости материалов затратам заложить туда 15 ну если ты его отдаешь например комиссионный там налог на реализацию отдаешь 15 процентов ты отдаешь продавцу комиссия если ты производитель то ты если ты производитель то ты прибавляешь ндс это если официально через ооо там чуть-чуть построже формула будет продают официально продают официально так смеемся чего-то смеемся чё смеемся говорю интересно что честно говоря вообще ни разу не видел человека который продавал официально нет 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 продают 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 официально я видела лично сама глазами и уплачивают налоги ну слушай у нас на сайте платежной системы далеко ходить не будем когда мы продаем курс любой курс мы сразу же платим налог и точно так же если изделие будет продаваться на сайте налог точно будет также автоматически сразу вычтен как это перечислен переведен да давайте задавайте вопросы а то все там сидят прикалываются уже 105 человек все смеются надо мной как это как я тут смеюсь да а можно мне водички я не знаю как тебе помочь ее найти у нас такой хаос с другой стороны погромче говори на ярмарке мастеров на ярмарке мастеров человек налог не платит да человек сидит да и думает вот я сейчас спасибо за подробная информация про профиль да да пожалуйста пожалуйста мне не знаю сделаю так чтобы кто-то кому-то подешевле продам 2 3 5 10 швеции неофициально не получится тут все отслеживают банк даст нет девочки ну я сейчас не говорю если вы если вы продаете официально если вы уплачиваете налог значит вы этот налог закладывать в стоимость изделия ну конечно обязательно либо вы просто когда у вас стоимость изделия получается прибавляете этот налог и у вас стоимость уже к продавцу получается вот с этим вот налогом на руки вы получаете ту стоимость изделия которую вы рассчитали по формуле можно так делать попробую со следующего года продавать и чё ещё так со следующего года начну жить с понедельника да так у меня пока нет журнального столика не все все хорошо я туда поставил о чем еще хочу сказать о том о чем говорю всегда цена напрямую зависит от качества изделия если ваше изделие низкого качества то продать дорого вы его не сможете хотя всегда есть индивидуумы которые каким-то образом могут это сделать но скорее всего это как раз тот самый случай когда на рынке два дурака да один продает другой покупает значит клиент который купил у вас изделие оказался некомпетентен вероятно он потом об этом вспомнит но уже продажи осуществлена покупка вернее и назад дороги нет призываю всегда к тому что если вы нацелены на дорогие изделия следите за качеством изделия тут не только допустим ну кто-то там шил не очень аккуратно пусть и дорогая ткань но шита неаккуратно и думает что все здорово нет еще и внутри все должно быть одинаково помните раньше первые китайские изделия которые у нас на рынке поступали были да всегда был ой китайская это вообще ерунда и я когда первый раз приехала в китай я увидела что такое фабричный китай то есть тот китай который производится на фабриках с контролем качества не какие-то там фабрика в подвале какого-то торгового центра да хотя сейчас подвал в торговый центр тоже парковки и нужные вещи ну и не знаю там какая-то в гаражах фабрика у нее нитки торчат швы кривые да и конечно это стоило дешево вот а есть изделия которые сшиты качественно и там стоит указание торговой марки то есть она отвечает она уже не скрывается она уже отвечает за качество и тут тоже самое это уже лирика в китае вообще любую качество можно заказать как у нас да как найти подписчиков не рукодельниц не коллег пользуйтесь тегами и пишите вот каждый пост как который вы пишете он ориентирован на какую-то аудиторию если вы ориентируетесь на секреты производства вашего изделия точно их читать будут рукодельницы те которые которым интересно как это сделано которые за вами будут повторять и будут это так же как и вы делать да но кто-то окажется проворнее кто-то будет пользоваться таргетинговой рекламой например да запускать делать красивые фотографии своего изделия запускать эти фотографии посты отдельные в рекламу привлекать на свои страницы из других аккаунтов каких-то подписчиков то есть устраивать какие-то активности сейчас очень много всего как сказать как как еще можно тупо поставить рекламу таргетинговая реклама работает хорошо сейчас ну хорошо не хорошо работает нормально работает в красивая фотография доступность и прозрачность вашей сделки то есть когда человеку легко купить можно я расскажу в прошлом году я купила мужу сапоги в интернете представьте сапоги в интернете купила красивая картинка очень случайно по региону мы живем нижнем новгороде по нашему региону каким-то образом проходила не знаю почему они этот регион выбрали то есть сапоги приехали к нам из якутии из якутии по-моему да да из монголии из монголии да наврала из монголии монгольские сапоги кожаные и вот он увидел эти сапоги все сошел с ума потерялся он сказал хочу такие всю жизнь мечтал вот прям прям моя мечта я написала им в директ и когда ты открываешь эту картинку ты видишь продукт который ты хочешь купить и сразу навигация у аккаунта была настроена очень удобно во первых у них стоял топлинг стоял да по моему у них как заказать как выбрать размер ссылка на сайт телефон то есть мы очень быстро сконнектились и буквально через неделю сапоги уже были у меня прекрасно все быстро я довольна клиент не должен не должен искать как выманить этот и как получить этот товар как его там молоде говорит о том что люди более молодого возраста они вообще не любят эти долгие разговоры запросы куда-то что-то они любят нажать на кнопку и все ну наверное всем это удобно когда мы начинали запись на курсы вот этот поток у нас пошел у многих людей но это люди взрослого возраста возникает проблема трепет когда ты начинаешь там оплаты через сайт все как как зайти на сайт что я потерялась я забыла и мне два два или три дня мне пришлось сидеть и тупо регистрировать всех на сайте и объяснять как сделать допуск все работало но найти человеку который там не часто или там на вы с компьютером очень иногда долго нажал просто не туда не ту цифру вел и все ты не попал если молодежь это не страшит они опять зашли опять заново у них все пошло и не страшно тут уже все сразу ну как не истерика но испуг поэтому делайте как можно проще путь к вашей продаже тогда будет просто у одного дизайнера мне понравилось очень девушка забыл как зовут ее слежу сейчас за ее творчеством мне конечно как бы я не заказывал дизайн дом но мне просто интересно как человек продает то есть она делает публикации из нескольких фото и в конце фото она сразу пишет заказать дизайн телефон и ссылка все все понятно все четко там позвоните поговорили все встретились все прозрачно посмотрел вдохновился понравилось позвонил записался и все здорово так цену нужно указывать в посте да конечно цену лучше всего указывать в посте многое зависит от качества фото согласно сто процентов с вами потому что плохую фотку каким бы хорошим не было не было изделие если фотография очень плохая никто не захочет его купить никто не захочет у сестры пуховик фабричный китайский прожил 15 лет да верно разве покупателю не интересно как и с чего я делаю поверьте мне это интересно не всем покупателям вот да можно также взять и выявить этот интерес от володя сейчас кричит горит мне не интересно как делают эти сапоги мне интересно как я их буду носить все мышь ничего интересно всегда тому кто производит вот мне интересен любой процесс любой будь то там декупаж вязание или еще что-то да мне интересно если процесс показан красиво опять давайте к тому же дизайнеру да потому что иногда бывает так они снимают экран работы в программе у них есть специальная программа они красят стены накидывают мебель и вот это вот в ускоренной съемке сделано да прикольно ты смотришь как мультик тебе вообще кажется классно здорово но если я буду сидеть и смотреть как она там чертежи делает или носится по магазинам какие-то там цементные стяжки или еще что-то мне это будет неинтересно не ты пыли вот и дома хватает как от нее избавиться я уже устала от ним когда шьешь ищешь цену товара и и нет даже не заморачивайся идешь другой профиль да совершенно верно так и есть я и чаще всего я так и делаю сейчас мне тоже песен когда отвечу в директ блин напишите сразу под фото тоже верно тоже верно но неужели вот не лень в директ 10 раз отвечать кажите сапоги вдруг мне тоже надо но не сезон пока покажем сапоги я кстати даже не знаю где они сейчас после переезда с этими одинаковыми коробками еще молодежь в интернете не здоровается тоже бесит ира не обращай на это внимание потому что ну часто да уже бегом относись проще да просто бегом бегом и дальше дальше кстати бесит когда пишут без запятых записать этих восклицательных знаков или например пишут д д д д д д д д д это я тоже раньше сначала расстраивалась бесился потом думаю не ладно еще время мне на это тратить прошу прощения сколько всего правильного говоришь это опыт это опыт молочка следи за временем чтобы я эфир сохранила так о чем мы с вами еще поговорим потому что в принципе то что я наметила мы с вами обо всем поговорили то есть мы поговорили о том как рассчитать стоимость вашего рабочего часа мы поговорили о том как посчитать стоимость изделия и как вывести формулу среднюю формулу по которой можно работать если есть какие-то конкретные изделия на что-то то давайте на примере разберем мы поговорили о том что если вы хотите зарабатывать многое при этом трудиться мало значит вам нужен уникальный продукт у них уникальное торговое предложение должно быть из качественных материалов и выполнена также качественно только в этом случае цена на него будет адекватная высокая вернее высокая цена на этот продукт будет считаться адекватный вот так вот будет правильно мы сказали о том что нужно знать рынок вокруг себя по крайней мере на те изделия которые вы производите нужно знать держать пульс на ценах конкурентах мы поговорили о создании своей средней формулы как пример да у меня метр лоскутного изделия стоит 8000 рублей от 8000 рублей я бы даже сказала от 8 вот на этом уточнила бы ну и то что если высокая цена значит соответственно должно быть высокое качество но этот как бы само собой разумеющийся так ну наверное все по моему списку пришла к финалу посмотрю в записи ну ну да да в принципе я сейчас все повторила когда в иркутск в иркутск я еду в среду уже буквально два дня завтра послезавтра мы делаем нарезку наборов сейчас после эфира я напишу какие мастер-классы там будут обещала еще в четверг но не смогла потому что реально переехать это это вот что-то ну я ничего не успеваю я даже уроки не проверила у девчонок они там мне накидали по моему почти четыре сотни сообщений в чат я никак не могу посмотреть и не хватает времени на следующей неделе да кстати хороший эфир ой нет подожди на следующей неделе я буду в иркутске ребята ребята я в иркутск улетаю 18 в ночь и буду я там до 22 возвращаться я буду 22 ночью 23 только будут дома следующая неделя у нас с вами выпадает и можем мы можем провести эфир в какой-то будний вечер может быть во вторник как вы на это смотрите если вечером у меня вопрос совсем не по теме можно машина бернина не видит вышивальным дизайн на флешке что можно попробовать сделать до похода в сервис попробую обновить программное обеспечение если ты не обновляла там есть у машины такая штука обновить по тебе нужно скачать программное обеспечение на флешку с официального сайта и обновить его возможно это поможет или просто позвони в сервис спроси что они могут тебе посоветовать очень полезно спасибо еще есть ткани с птичками по 500 рублей так ткани с птичками на светлом фоне синие птички там остаток был я не знаю сколько он я завтра буду в студии напиши мне завтра лучше в вайбер или в ватсап это ну где-то в районе часов десяти напомни пожалуйста потому что я могу очень-очень могу забыть завтра будет подготовка к мастер-классам в иркутске у нас пройдет четыре мастер-класса будет демонстрация машина для стёжки бернина q24 и мастер-классы непосредственно с готовыми изделиями то есть не демонстрационная прям реальный живой мы будем граффити по моему шить арт квинт что что такое но я посмотрю сегодня в программе у себя тем кто придет не надо бояться все справиться никто не останется без изделия все все равно у всех все получится можно во вторник время только укажите ну время вечернее потому что вторник рабочий день я думаю часов 7 не раньше мне кажется все вернуться как раз да можно будет нет но в записи можно посмотреть но удобно когда задают вопросы мы сразу живой общей ира ира фу-фу-фу-фу волоси собака кого-то увидела в окно сейчас она будет не гавкать ирфу подскажите места еще есть свободный на мк в иркутск смотрите последний мой пост я там давала ссылку на магазин где будет проходить мастер-класс вы можете обратиться к ним и сегодня в публикации я напишу еще телефон который можно написать не знаю как насчет мест потому что у нас с ними полонерка завтра с утра то есть по количеству они завтра с утра мне будет говорить сколько где будут мастер-классы тоже вам напишу сегодня в клубке в клубке данной наверно не могу сейчас на формула рукоделия нет скорее всего не приеду потому что у меня эти выходные вылетают я кстати текстиль лет пром пропускаю да не приеду потому что у меня в студии много работы я решил что володя поедет без меня я не останусь дома не поеду на форму как раз переживаю справлюсь не надо переживать не надо не справитесь ира фу это мне нет ира это ира это нет это и риски я риски говорю и риска увидела кого-то в окно у нее такой этот инстинкт если там чужой она может и погавкать ир не надо мне тут лампу ее зовут ирис но мы ее сокращенно назовем ирка и риска поэтому ну бывает так прошу прощения да если вдруг чем-то обидела так ну что если вопросов нет давайте закругляться не буду отрывать ваше драгоценное время у меня впереди много работы здесь переездом с этим мы собрали кухню сейчас мне это нужно все наполнить ох и устала я мне кажется я сегодня за день устала сильнее чем обычно я устаю на работе вот но катя кстати я знаю ты смотришь катя подарила мне в субботу подарок на новоселье я уже все сшила она подарила мне такой красивый купон и сегодня в stories вы его видели я его уже обшила он уже лежит у меня на столе так что все классно обживаемся все всем пока приятного продолжения вечера выходного дня надеюсь она пройдет у вас вкусно с бокалом вина и чего-нибудь там вкусненького в кругу семьи и близких а завтра всем на работу готовьте вопросы на неделю мы с вами расстаемся из иркутской будут эфиры небольшие и на следующей неделе будем говорить про планирование вот такую вот вещь вам расскажу как планировать время и покажу как это происходит у меня всем всем пока пока